Сегодня по многочисленным просьбам кое-что из Чехова. Ну, дама с собачкой, например. Такой Дим Димыч Гуров, москвич, филолог по образованию, поехал в Ялту и там две недели тусит. Увидел на набережной даму с собачкой. Такая девушка, за ней шпиц бежит. Ну, а все говорят, что появилась дама с собачкой. Парень, он такой был не промах по поводу женщин. В том смысле, что женщинам он нравился, непонятно только почему. Скорее всего, они додумывали, что он красавчик. Он так себя с ними вел, как умел вести. Вот ему в обществе мужчин было довольно скучно, а с женщинами у него получалось. Хотя женщин он считал низшей расой, но и без них не мог. Ну, так вот бывает, участвовал у мужчин. И вот он эту даму с собачкой, Анну Сергеевну, в общем, закадрил. Начал с того, что, мол, ну, как у вас тут? Она говорит, да что-то скучно. Он говорит, ну, вот видите, понаедут тут всякие за Мухосранской. Говорят, скучно в Ялте, видите ли. Такое ощущение, как будто из Гренады приехали. Ну, тем самым ее развеселил, и все. И, значит, они начали встречаться. Через неделю у них уже совсем все стало хорошо. Бурный роман, в том смысле, что случилось так, как случается у мужчины с женщиной. А она-то замужем, и он женат. Ну, он женит довольно часто изменяет, хотя у нее там трое детей. А она замужем несчастная такая, вышла вроде рано. Кем работает муж, она не знает. Ну, вроде на госслужбе где-то. Ну, называет его лакей. И она все время по поводу своего грехопадения кается. Мол, да как же ж так, да я уже вообще против греха, да я же вот... Ну, короче, портит ему после, извините, секса настроение все время. Он ей все время говорит, мол, да ладно, ну, мол, успокойся, я тебя презирать не буду. Она говорит, нет, ты меня будешь презирать и все такое. Ну, в общем, так у них время и проходит периодически. Они ездят там на всякие ялтинские тусовки, там смотрят достопримечательности и все ждут, когда ее муж за ней приедет. А он не приезжает. Вместо себя присылает письмо и просит ее вернуться вот в этот город Эс, где-то там она под Питером живет. Он ее провожает до станции, она уезжает. Он так репу почесал и думает, ну, вот еще одно приключение, мол, прикольно было. Возвращается он в Москву и что-то себе места не находит. Вот так вот бывает. Что-то вот думают о ней, прохожие ходят там, девушки, он на них смотрит, что-то общие черты какие-то ищет. Короче говоря, завздыхал он, ну и так понял, что влюбился. И главное же рассказать-то некому, потому что он женат, она замужем, похвастаться некому, втайне держать не получается, а парень соскучился. В общем, он едет в Питер. Едет в Питер, значит, ну, доезжает до этого города Эс, этот, ну, какой-то провинциальный городишко. А что ж, ни телефона, ни смс тогда не было, а как ее найти? Он узнает в гостинице у Швейцара, где она живет. Фамилия у нее такая озвучная, фон Дидериц. Муж у нее немец, хотя православный. Ну, в общем, он там тусит около ее дома. Совершенно бессмысленная затея. Потом понимает, что где-то ее надо на какой-то тусовке найти. Едет, например, в театр. В театре он ее, конечно, видит. Отходят они там на лестницу. И он начинает ей страстно признаваться. Ну, не в любви, а мол, что приехал, сам не понимает. Вот. Она ему говорит, уезжайте, уезжайте. Я тоже такая несчастная. Я обещаю к вам приехать. Там я приеду, приеду обязательно. В итоге она обещание сдерживает и навещает его в Москве. Они снова начинают встречаться. Она там рассказывает, что ездит по поводу своей женской болезни, консультироваться у профессора, мужу. Муж так, мол, верит. Можно подумать. Вот она раз там в два месяца ездит, и они встречаются. Встречаются, встречаются. В конце концов, вот последний раз на встрече. Ну, она вся в расстроенных чувствах. Он такой ее обнимает. Смотрит так случайно. Держит руки у нее на плечах, смотрит на себя в зеркало. Вот такая седина в волосах. Думает, ух ты, а жизнь-то она вот уже прошла. Я такой весь из себя несчастный. И сейчас вот жизнь кончится. А вот моя любовь. Ну, и в итоге, как пишет Чехов, что сейчас вот еще чуть-чуть, вот они вот так вот, видимо, постоят. И какое-то решение примут. И дальше будет все хорошо. И у нее, и у него. Вот такая вот философия. Ну, рассказ короткий, поэтому рекомендую прочитать, как, в общем-то, и всего Чехова, которого я искренне люблю.